Новость о массовой гибели рыбы в водоеме парка Дубовая роща появилась в конце прошлой недели. Тогда экологи причиной замора назвали природный фактор. Озеро неглубокое и рыба могла задохнуться под толстым слоем льда. Взяли пробы воды, провели анализы. А ситуация тем временем усложнилась. Появились и новые версии произошедшего. Просрал лодку. Вода, получается, начала загрязняться с этой стороны. И каждый день прибавлял где-то по 50-70 метров. Здесь кислорода нету по анализу. А кислорода чего нету? Ну, что ли, масса потребилась. А ты шо? Да. Ух ты. А я говорю, что это вода с канализацией. И я так думаю. На этой территории находятся два канализационных коллектора. Один из них не мог быть причиной загрязнения воды, считают специалисты. Вот это уровень самотечного коллектора. И уровень это водоем. Ну, я вижу, что водоем уровень выше, чем... 100 метра 3-2. То есть мы сегодня замеряли теодолитом. То есть, если бы что-то было, то здесь бы поднялся уровень воды. Другой вопрос – старый коллектор. Трубу прокладывали еще в 50-е годы прошлого века. В 2013-м произошла авария, и парк был затоплен нечистотами. Тогда в трубе поставили две заглушки. Одну в районе улицы Глиссерной, вторую – на территории парка. Но откачать нечистоты из изолированного отрезка, видимо, забыли. В трубе по предварительным подсчетам может находиться около 400 кубометров отходов. Они, по одной из версий, и могли стать причиной замора рыбы. Длина приличная, скажем так. В 2013-м году, когда была авария, никто, всю срань, извините за выражение, никто не откачивал. Поставили заглушки, на этом все закончилось. Так? Да. Так. Труба стальная. Я так понимаю, как говорите, тысячка, да? Да, тысячка. Тысячка. Прогнила. Возможно, химическая реакция проела трубу. И то, что оставалось, оно перемешивается. Будет проведен дополнительный анализ воды. Вскроют и трубу старого коллектора. Если в ней действительно есть нечистоты, их будут откачивать. Кроме того, необходимо очистить сами водоемы, считают специалисты. Тут ило где-то метра два. Ну, не здесь дальше, здесь где-то полтора метра. То есть сачок ушел где-то на метр. Сколько нужно времени, чтобы определиться с проблемой? Сегодня в течение дня будет сделано вскрытие старого коллектора. Посмотрим по подпорке. Плюс будет сегодня же сделано анализ. Городской голова Владимир Буряк отметил. Ответственность за случившееся лежит на представителях коммунальных предприятий. За халатное отношение к своим обязанностям руководитель парка «Дубовая роща» лишится должности. У вас когда контракт заканчивается? 26-го червня. В червня? Вот я вам гарантирую, что я с вами контракт продлевать не буду. А в чем моя вина? А вот в том, что допустили такое. По территории парка проходят канализационные коллекторы. По территории парка проходят канализационные трубы, которые впадают в соответствие схеме с коллектором. И вы, как руководитель предприятия, должны были проводить, или с помощью водоканала, конечно, с помощью водоканала, потому что у вас нет таких сотрудников, техническое обслуживание данных сооружений. Вот все. По словам городского головы, если факт попадания стоков в озеро подтвердится, ответственность за это понесет не только директор «Дубовой рощи», но и руководство КП «Водоканал». Дарья Купличенко, Сергей Чалый, ТВ5. Продолжение следует...